Ну что, друзья, всех привет! Сегодня еще одно Дерождение, которое я снимаю на своем канале. Дерождение у Васи вам понравилось. Все написали, снимай побольше таких влогов. Вот сегодня я иду на Дерождение к Чуне. Проснулся я вот в такое вот время. Не знаю, видно, не видно. Наверное, видно. На Дерождение у Чуни, к сожалению, я не смогу снять абсолютно-абсолютно все, потому что там будут серьезные люди с другого мира. Их снимать неприемлемо. Они будут говорить, как, а по-братски меня не снимай, только вот часы для меня, потом звонки начнутся, не надо меня снимать. Сейчас я собираюсь. У меня дома вот такой вот бардачелло, мусор, который я уже вытащил, чтобы выкинуть. Тут у меня кальян, который курит хороший человек. Девушка попросила ее не снимать, потому что у нее есть муж, поэтому я ее не снимаю. Пустил телку себе домой, смотрите, что стало сразу. У меня вообще был один шампунь, просто один шампунь во всем душе встал. Как одеться к Чуни на Дерождение? Это и та еще задача. Вот такую вот, если одену майку, не все меня там поймут, у Чуни на Дерождение. Яркая, туда нельзя носить, там серьезные люди, все должны быть в черном. Черный свет – это символ добра. Все оденутся в черное сегодня. Ну, посмотрим. А еще у меня вот такая штучка есть, красивая на хате. Посмотрите, как она светится. Залипательно. Я не знаю, как она будет смотреться в камере. Я думаю, роскошно. Такой хороший человек у меня, ребятки, дома был сегодня. Она курит кальян с плесенью. Посмотрите, видите, здесь плесень. Вот, осталась плесень. Никто ее не может помыть. Мы туда и рис уже засыпали в кальянку, что угодно. А плесень осталась. Покажешь жопу людям или нет? Не хочет, но не хочет чего-то. Я не понимаю, почему она не хочет показывать свою жопу. Вообще не понимаю. Я тебе спину поцарапала, смотри. Ты серьезно? Да. Сильно. Покажи свою жопу людям. Угу. Ну, покажи. Нет. Ну, а что, в чем проблема? Жоп. Они подарки не дарят, за ресторан они платят, поэтому им не покажешь. Да? Нет, не поэтому. Она не знает, но завтра у меня будет другой человек в доме. Ты же не против, если завтра другая телка будет? Конечно, говорит. Ну, а что, я расстался холостой, почему бы и нет? Если идете к Чуни на днюху, всегда нож нужно с собой иметь. Братцы. Это не подарки, это мусор. Но могу Чуни на днюху подарить, честно говоря. Сейчас он посмотрит это видео и обидится. На чем ты так говоришь? На мою личность, в адрес, в мой адрес. Так попрошу не выражаться. Сегодня я поеду к Чуни на этой тачке. Как она вам? Кстати, смотрите, какой у меня прикольный есть ключ от нее. Смотрите, какой он волшебный. Hi, BMW. Батарейка разряжена. Я не могу открыть машину, потому что разряжена батарейка. Пойду ее заряжать. Давай, брат, заряжайся. Ладно, пока пульт заряжается, пойду выкину мусор. Посмотрите. Как она круто смотрится, но ключей нет. Надеюсь, они зарядились достаточно. Я возьму с собой провод в тачку и в тачке попробую позаряжать его. Кстати, про эту Бэху скоро выйдет видео на нашем автоканале, которое называется Артем Карагос. Кому интересно, свайп я прикрепил. Свайп, господи, это же не Инстаграм, это же Ютуб. Ссылка в описании под видео. Просто послушайте звук, ребята, этой тачки. Я выложил в Инстаграм, что я иду к Чуни на Днюху. Комментарии завалили вопросами, а где у Чуни на Днюха, где у Чуни на Днюха. У Чуни на Днюха, ребятки, в России. Хотели поехать в Португалию, но в Португалии не получилось, поэтому в России. Да не скажу я, где у Чуни на Днюха. Ладно, скажу, в Сочи. Ладно, хватит прикалываться. Если быть точнее, в Центральном районе. Вот Чуни на Тачка. Кстати, видео про неё тоже у нас на канале Артём Карагостов. Вы что, до сих пор не подписались на мой автомобильный канал? Парковаться в Инстаграме, братцы. Парковаться в Инстаграме. До парковки машин, припарковать в Инстаграме. Сейчас немножко парковаться в Инстаграме. И потом уже гэштанг день рождения. Первый, поворот к Дзверкенгу. Второй, да, буксовать на ненге, что третий, братан. Абам, тачка, кайф, братцы. Кондиционер у них, коробка, автомат у них, климат-контроль у них, рулево-переключатель у них. Абам, тачка, кайф, братцы. Давай, здорово, братан. Привет, привет. Это Чунин родной брат. Как заходят в покер. Чунина жена. Ну, Андрюха, вы знаете. Как у вас? Джавид, ну, вы знаете. О, а вот Чуня. Братан, с днём рождения, Чуничка. А ладно, это не Чуня, вот Чуня. Это просто соседский ребёнок, а соседской девочке какой-то ребёнок. Чуня его всегда почему-то на свои нюки тащит. Почему-то этого ребёнка соседского на свои нюки всегда приглашают. Чуня, есть тебе пару вопросов, братан. Давидик, привет. Тебя снимать можно? Тебя мусора не дёргают, братан. Не дёргают. Брат, скажи мне, пожалуйста, есть такие люди, кого снимать сегодня нельзя? Мы им специально сделали отдельную кабинку, вон там, она закрыта. Всё, остальных весь стол можно. Ну, всех ты знаешь. Чу, можно мамы вопросы приколить, по спросу? Да, да, папа, иди. Чуня, много денег проиграл? Честно, Артём, очень. Но, но я не жалею, не сожалею ни о чём. Правильно. Будете моей мамой тоже так быть? Мамы? Это Чунина доченька, привет. Это доченька. Карлиночка. Буэнос дюэс, Вася. Это Яша. У Яши та же самая история, что у Чуни. Я размялся рядом с ними. Я имею в виду про казино. Это Васина днюха уже была. Вася, твоя днюха набрала уже 400 тысяч просмотров. Поздравь папу с днем рождения. Днем рождения? Желаю тебя не болеть. Я тебя люблю. Второй ребёнок это Сыча. Он русский ребёнок. Вот смотрите, русский ребёнок и не русский ребёнок. Скажи, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пальцы бьём. Абилатар, абилатар, аби. Это гологостан просто снимаю. Да я все, я всех поднимал. Они говорили, они говорили, они говорили, папу. Они говорили, папу, они говорили, папу, они говорили, папу. Пьяная кубанчиха. Сейчас я вам сделаю нарезку из самого богатого человека на днюхе. Тетка, я хочу этим бокалом выпить за нашу Ирочку. За нашего Гришу. Поставлю, чтобы мы выпили. Я хочу выпить, о которых может кому-то не дано знать. В жизни есть разные ситуации. Насколько бы радостно. Меня папа и мама воспитали так, что хорошее застолье не было. У нас сегодня застолье, это кого-то. Большинство девушек сидят своим мужьям радость, подарили детей. Лучший тамада в мире, Давидик. Официальное лицо компании Арифлейс. Кто за Тамаду? За Давидика. Давай, Давидик, за тебя. Процветание тебе. Это Green Label. Братан, объедки не выкидывай, потом продадим. Хорошо. Пацанов свои кайфы. Кого смотрите? У меня дилемма, я не знаю, что дарить Чуни на днюху. Деньги дарить не хочу, потому что если я подарю деньги, он их проиграет в казино. Не знаю, короче, ему подарить. Ты чего Чуни подарил? Себя. Могу с тобой брейкдаунс отсвать. Можете раз. Кстати, на прошлое Чуни на день рождения я подарил ему брейкдаунс. А что мне снимать? Снимай Васю. Как он деньги тратит, снимай. Обещаешь подписчикам столько утрели сейчас сегодня с голыми женщинами? Ты не забываешь, что я женатый человек? Я тоже, тем более. Вечно я не могу ничего вам интересного снять, столько всего интересного происходит. Но они все женаты и никто не гуляет, поэтому не могу. За кавказским столом важно очень проявлять уважение, вставать, когда нужно, молчать, когда нужно. Просто не садитесь стоя, стойте и молчите. Очень важно быть без головного убора. Но если ты в головном уборе хоккейная команда Нью-Йорк, всем на тебя. Спасибо. Давай чоклику. Пришла, пришла. Ты специально? Ты на Чуни на днюху или меня убедить? Я ради тебя вот так и делась, накрасилась. Привет, Мангонша, как дела? Твой бывший приехал, он из-за тебя. Я же ради него вот так и делась. Макияж ради него. А ты ради кого? Ну и тебя. Я буду ко мне уважать. Аделина, мы как с тобой расстались, у меня каждый день новые женщины дома. Что новые? Каждый день новые женщины дома. Ну это же прекрасно. Это мой комиссар Катанию, который два года следил за мной, все звонки, все места, где я езжу. Да, это я. Подписывайтесь, пожалуйста. Если кому-то нужна профессиональная слежка за мужем, Аделина исполнит. Решите где? Читает ватсапы, взламывает телеграммы, инстаграммы, следит парковки, не парковки, рестораны. Все-все-все за всем она следит. Я тебя рекламирую. Вот ее инстаграм-страница. Кто хочет разоблачить своего мужа, подписывайтесь на Аделинку и пишите ей в директ. За что пьем? За красивую жизнь, которой мы стремимся. Андрюха, он очень крутой чувак, он один раз в кафешке за раз 5 тысяч потратил. В каком ресторане у вас сидит? Я забыл. Урард. А, урард. Да, урард. Смотрите, мисс Германия, мисс Франция. Мисс Украина. Украинка красивая? Эстония. Не очень, не очень. А, еще мисс Россия красивая. Украинка и русский, две красивые. А ну, пойдем посмотрим, кто еще был в этом ресторане. Это Петросян. Это кто, я не знаю. Это Никулин. А, Никулин. Охренеть. Я желаю, что попадет в ночь. Ресторан Угардо. Это семейный ресторан, который работает уже 30 лет. Детель я знаю. Я с его сыном дружу. Сэм, огромный привет тебе. Твой пахан был в этом ресторане. Это была вот наша уважаемая Гайны. Да. Это хозяйка ресторана. Хозяйка, да. Это фамильный ресторан. А сколько лет ресторан уже? В 2000 году он открыл свои двери. Ставился 10 лет. И за 20 лет этому ресторану. 20 лет. 20 лет этому ресторану. Ну, нормально, да. Из поколения в поколение передается от родителей, детям, от детям, внукам. И так он будет жить вечно. У них так, у них так, они так решили в детстве. И будут продолжать это вот, в рот этого ресторана. Ну, если у них в семье родится такой ребенок, как ты, который все в казино проиграет, им придется продать, братан. Армен Николаевич, вот ты как взрослый, как старший. Скажи, стоит мириться с Аделинькой или нет? Скориться тоже не стоит. Я помирился. Хорошо, грамотно ответил с намеком на будущее. Армен Николаевич, один вопрос просто подписчикам. Самое большее за раз сколько в кафешке потратил? Кто? Ты. В кафешке? Да. Это прям много. Ты 100 тысяч, 100 тысяч тратил. За раз 600 тысяч тратил? 100 тысяч точно. Еще громче? 100 тысяч точно. А, крутой человек. А Вай, если один раз в кафешке, за раз 5 тысяч потратил. А по-братски, что если один раз скажу, за всех 5 голубей. Что сказать? Мне сейчас матом нельзя ругаться. Инстаграм не разрешает. Потому что закон новый, да. Но я ему воротаю, да. У нас есть язык вареный. Я обожаю вареный язык. Вареный язык самое вкусное. Ты жуешь то, что уже что-то жуешь. Кстати, ребята, кто просил сделать список из 10 книг для саморазвития, я сделал новый канал. Называется «Шоу для мозга». Я выложил туда одно видео. За два дня оно набрало больше 100 тысяч просмотров. Дофига лайков. Очень хорошие положительные комментарии. Очень хорошие отзывы от вас. Всем спасибо. Если вы на него еще не подписались, то подписывайтесь. А этот канал, на котором вы сейчас, это просто влоговый канал, как проходит моя жизнь. Просто будни, ничего особенного. Просто. Какой бардак, какой бардак творится. Мы расстались. Я к Аделиньке не вернусь. Почему, ребята, рассказываю вам? Я к ней не вернусь, потому что дома девушка должна быть хозяйственной. Она должна быть хозяйкой, я считаю. Одно видео засняла, как ты убирала. Чтобы дома было всегда убрано. Чтобы я приходил, было чисто. Все поглажено, наглажено. А Аделина, блин, в кальянке тусуется, блин, целыми днями. Если с такой девушкой сделаете ребенка, она его потеряет где-нибудь в кальянке. Поэтому я не с ней. Я сейчас ее всему научу. Я ее всему научу. Она будет хозяйственная. Она будет любвеобильная. Она будет жена, любовница, домохозяйка. И все, что ты захочешь. Уже почти. Ладно, Валера пришел. Не хочу, мне неинтересно, Валера пришел. Это Варела. Его зовут Валера, но друзья наши кавказские называют его Варела. Я как раз не завтракал, сейчас пошлю. Как вот кто-то поездил. Ты оказался в моей судьбе, в моего сына, в нужное время, в нужный час. Спасибо, тетя Карин. Мы с него бабки зарабатываем. Курица целка нет была? А? Курица целка нет? Курица? Порядочная. Цыпленок? Да. Петух ее не джахал, братан. А если бы дома убирала, танцевала бы со мной. Фотограф, наверное, пожалел, что сюда пришел. Сейчас они его достанут. Он всю ночь будет их фотографировать. Че? Закрывайте, когда в ресторан заходят. Че они двери не закрывают? Это музыка. Привет, музыка, братан. Короче, звоню Рубику, говорю, сколько квадратный метр стоит. Он говорит, от 600, братан. Ну, со скидкой. Для Артема, там, подписчиков, мы сделаем офигительную скидку. Музыка, братан, подписчиков, привет. Всем теплые, здравствуй. Будьте счастливы. Цените друг друга. Берегите друг друга. И все будет у вас лишнее. Если вы ждете другой музыки, ее не будет. Это Чумина Днюха тут играет одно старье. Как называется это блюдо? Да, вот это, братан. Это пхали, боже мой. Это пхали. Пхали за нашим солом, как в детстве манная каша. Кавказских детей кормят вот этим вот с детства. Скажи, пусть нормально и... У меня друг родился сегодня, Бухуто Даная. Подписчикам желаю здоровья, счастья в личной жизни, успехов во всех клироначинаниях. И ворить так, чтобы все было так. Маккор, смотри, когда увидишь Путина, что скажешь ему? Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Я купил БМФ, все вокруг меня. Музыканты делают так. Смотрите, сейчас взрослые девочки базарят шмотки, 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 колготки, шоу-румы, вся фигня, туалетная вода. И маленькая Каролина впитывает всю эту ненужную информацию от них. Ой, там такое это, а там машину купили, а там это, там скидки, а там подписчики в инстаграм, а там это. И бедная Каролина, все это опять слушаем. А сейчас будет фирменный танец от Маккуры и эту эпопею вам придется досмотреть до конца. Дайте мне драм-н-бейс. Тик-тон, брейк-бит, я исполню. Чтобы жизнь была полна, за мечты, за любовь. Ну а какая пузыка вы хотели, чтобы начинай днюху играла? Только такая. Друзья, днюха продолжается, я чуть-чуть пораньше сваливаю. Еду домой, звонит подруга, говорит, у нее случилась авария, ее воткнула Нива. Воткнула, говорит, так, что она не может выйти из машины. Вот еду к ней. Нужно сделать протокол, вызвать ГАИ. Это же девчонка, она ничего не может. Еду к ней. Как отсюда выехать? Ну нормально, как ты так умудрилась? Это не я. А кто? Вы вместе. У вас совместная деятельность была. Нормально воткнулась. Хорош. Покажи фару. Хорош. Говорит, покажи фару. Ну да, есть тут контакт. Серьезный контакт. Весь прикол в том, что позвонили в ГАИ, а ждем уже два часа. Два часа машину ждем, чтобы оформить ДТП. А если бы люди умерли, тоже в два часа, наверное, ждали. Наверное, да. Девочка говорит, что долго оттормаживалась. Но здесь мы не видим никакой. Но, наверное, АБС сработало, поэтому нету полос. Ну ты встрявшая, я хочу тебе сказать. Круассана она хавала. Весь прикол в том, что человек вот этот вот утверждает, что он, короче, не виноват. Хотя он съезжал со второстепенной дороги. Фиг его, боишники все решат. Вообще, у него было три полосы, ему не хватило для него, чтобы повернуть. Ты посмотри, ты видишь, у меня машина по правой полосе, она вправо уходит. Это я уже от него, короче, уходила направо. Он вышел, давай говорить о том, что каска мне не выплатит, потому что я не виновата. Мой влог про вас. Людям интересно, как было быстрее в этой аварии. А мне привезли кофе, мне привезли кросса. Прикинь, он вначале говорил, что он не прав, а в итоге сейчас отказывается. Ну, вы все слышали, ребята, я не знаю. Разбирайтесь сами. Запомни правила на всю жизнь, если будешь дальше ездить на машину. В машине самое главное это резина. Резина должна быть офигенной всегда. Ты поняла? Да, поняла. А у тебя впереди какая резина? Была хорошая. Она свалила, а ей телефон наставила. Ей все мужики мира звонят, с кем она спала, не спала. И что, есть подружки для меня какие-нибудь? Конечно. Юль, подогрейте мне какую-нибудь девочку. Для легких отношений, без звонков. А что значит легкие отношения? Легкие отношения, это постельные отношения. И все. Когда люди встречаются, они похожи друг на друга. Давай мы тебе лысую, как ты найдем. Ребята, у кого есть шатенка с веснушками, я прям завтра на ней женюсь. С веснушечками такая, чтобы она была. И чуть-чуть 10% азиатских корней. А откуда у тебя Мерседес? Потому что она прыгала. Как? Заработала, я прыгала. На батуте. Разворачиваете, да? Да, я разворачивался здесь. И выполняли маневр? Да. Ну, как вы думаете? Просто так, чтобы понимание было. Чтобы понимание было, я согласен. Да, с моей стороны мне надо убедиться в безопасности маневра. Либо закончить маневр. Бабки, не ходи виноват, брат. Это не я тебе сейчас, что инспектора скажут. Рудольф приехал на мини-ку. На праворук. Первый раз вижу праворуки мини-ку. В общем, я всех отправил в ГАИ. Все нормально решились. Все. Тот признал, что он виноват. Хотя не хотел признавать, что он виноват. Страховка все выплатит. Сколько оценили, узнаем во следующем моем выпуске. Снимал это видео по вашим просьбам. Кому понравилось, всем спасибо. Не забываем, что есть автомобильный канал, который называется Артем Карагос. И есть второй канал, который называется Шоу для мозга. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.